Всем привет мои дорогие друзья, с вами как всегда Барон, обязательно поставьте лайк данному видеоролику и подпишитесь на канал. Сегодня я вам покажу немножко способов заработка в гетто, когда вы вступаете в банду, это опять очередной путь бомжа и мы двигаемся медленно верно к миллиону. Иногда на стримах мы стараемся фармить деньги, у нас это успешно получается, ну а сегодня я хочу попробовать немножечко пограбить 24 на 7 и заработать небольшую сумму денег. Надеюсь у меня это получится, взял напарника, какой-то макс со мной здесь едет, давай попробуем, погнали. Возможно сможем грабануть эту бабулю, так, нам требуется напарник и все, да, грабление пошло, у меня еще нет скиллов, обязательно в этой серии надо прокачать скиллы, хотя в принципе вроде как бустов нету, поэтому качать смысла их пока что нет, потому что очень долго и много времени у нас займет на прокачку скилла. Достаточно, думаю, будет пограбить сегодня 24 на 7, кстати с каждой 24 на 7 мы зарабатываем по 5000 долларов. Деньги, кстати, довольно неплохие, с учетом того, что мы находимся в бандах и можем это делать каждый час без всяких проблем. Также, конечно же, можно закрашивать граффити, но граффити мы будем закрашивать немного позже, для начала просто покататься. Еще нам дали розыск за то, что мы ограбили идилвуд 24 на 7. Перемещаемся к новой 24 на 7 и погнали теперь грабить ее. Теперь у нас Моу Холланд, что-то в этом духе. Так, нам требуется один напарник. Ну давай, заходи, братан, вот, зашел челик, отлично. И продолжаем грабить. Кстати, у пацанчика маска довольно-таки неплохая, с учетом того, что у меня нихрена нету, ни масок, а у него еще и ломка вдобавок, е-мое. Ну чистый бандос, ничего не сказать на самом деле, просто настоящий бандос. Давай, полетели, еще пятачок мы зарабатываем. Кстати, даже не каждый час, а каждые 30 минут можно грабить 24 на 7. Ну и еще нам, конечно, опять дают розыск. И, наверное, можно грабануть еще парочку 24 на 7, наверное, в Лос-Вентуресе, если не ошибаюсь. Там тоже они присутствуют. Очередная 24 на 7, подлетаем быстренько. Я думаю, кстати, с этих 24 на 7 можно заработать 1025. Я думаю, этого вполне будет достаточно. При всем при этом, это можно делать нескончаемое количество раз, так как КД 30 минут оказывается, а не час. И пока мы объезжаем все три города и грабим все 24 на 7, мы можем потом вернуться к первой 24 на 7, попробовать грабануть ее еще раз. Если, конечно, до нас никто это не сделает. Но тем самым, буквально за несколько минут, мы уже заработали 15 тысяч долларов. Это довольно-таки неплохая сумма. Ну и в ЛВ у нас также есть около 3.24 на 7. Сейчас я направляюсь уже к следующей. Для того, чтобы ее тоже грабануть. И, в принципе, ничего трудного в этом нет, на самом деле. То есть вы просто подъезжаете, нужна машина, нужен напарник, либо друг, ваш знакомый, не знаю, товарищ. И вы с ним вместе вот так просто подъезжаете к 24 на 7, так и здравствуйте, здорово бабуля, let's go, погнали. Можно еще, конечно, попробовать стырить форму в данный момент, если у нас, конечно, это получится. И с этой формой попробовать проникнуть на ЛВА. Но, не знаю, на самом деле, отсюда можно будет легко, кстати, выехать вот благодаря этим моментам. Чисто попробовав стыбрить форму, давайте сейчас этим и займемся, наверное. То есть форма тырится у нас в определенном магазине одежды. Их всего три по серверу, то есть в ЛС, в ЛВ и в СФ. И мы туда можем заезжать и без проблем грабить уже людей, которые раздают нам форму. То есть мы грабим магазин одежды, тем самым мы получаем без проблем себе две формы. То есть, опять же, нужно два человека минимум, от двух до пяти по сути нужно. Если у нас будет пять человек, тогда будет пять человек в форме. Но я сейчас попробую, на самом деле, в двоечка, может быть, сможем. Я, конечно, без скиллов, блин, с вояками постреляться я не смогу. Особенно с ПДшниками, не хотелось бы сидеть где-то в тюряге, на самом-то деле. Но можно попробовать легонечко грабануть. Так, человеку напишем то, что гоу форму попробуем стырить. Не знаю, получится, не получится. Если ее еще никто, конечно, не взял. Потому что в ЛВ не часто берут, на самом деле, в основном в ЛС где-нибудь. В Лос-Сантосе форму только в путь забирают? Ага, во, есть, отлично. Форма будет наша, попробуем ЛВА. Ну-ка, попробуем ЛВА вывести. По онлайну сейчас немного на сервере. Поэтому, я думаю, это будет идеально. Если, конечно, нет никаких военных. Давай, давай, молодой, давай. Опа, переоделись, отлично, военную форму. Теперь мы истинные вояки. Ну, единственный минус, конечно, у нас могут нас палить клесты, конечно, сквады там и так далее. Давай сюда сделаем себе клест 0. Юзедракс тоже немножко юзнем, если у меня есть на 20 хп, 120 у меня по итогу. И сразу едем на ЛВА. Заодно потом вам покажу еще один способ заработка, интересный. Это чисто закрашивать граффити. Граффити очень много на сервере, поэтому можно зарабатывать по 100 тысяч в час вообще свободно, катаясь просто по гетто и где-то по близлежащим местам. По онлайну 300 человек. Вопрос в том, вообще будет ли какое-то сопротивление. Так, клест забыл, ё-моё, клест. Выруби, братишка. А то сейчас с клестом нас повяжут только в путь. Еще можем, кстати, по пути заехать, горбануть 2.24 на 7. Вот здесь вот они находятся. Давай подлетим сюда. Это наша, получается, уже какая-то четвертая будет 2.24 на 7. Скорее всего. Как я полагаю, это, наверное, будет четвертая 2.24 на 7. Либо четвертая, либо третья. Вроде бы четвертая. Или даже пятая уже, не знаю. Но мы уже плюс в таком, ну, как бы неплохой плюсик, ё-моё, делаем. То есть, даже если нас повяжут, благодаря адвокату мы сможем выбраться оттуда. И благодаря этим деньгам, которые мы без всяких проблем заработали. Есть еще пятачок. Готово дело. Все. Ну и следующую, там, где около АВЛВ. Ну и следующую, там, где около полицейского департамента, я грабить не буду. Потому что опасно. Мы еще и в форме вдобавок. То есть, нам тут точно делать нечего, как говорится. Нас могут просто посадить. Поэтому едем сразу на ЛВА. Итак, около ЛВА мы уже находимся. И надо нам посмотреть, что вообще здесь есть по фурам и по людям. Ну, слушай, людей вообще, по сути, нету. Довольно мало людей. Там один человек. Слушай, один человек на ЛВА, ё-моё. Вот это нам сейчас повезет на самом-то деле, мне кажется. Давай, погнали. Рискнем, рискнем сделать это хорошее дело. Надеюсь, нас не посадят. Так, вот этот вот кентик. Ай-яй-яй. Давай, брат, давай. Есть, минус один. Готово. Все, сваливаем, сваливаем, сваливаем. Быстро берем фуру и сваливаем нахер. Чел, давай быстрее, ё-моё. Давай быстрее. Нас же сейчас просто повяжут, ё-моё. Нам надо срочно прописать команду карм загрузкой. И давай, сваливаем. Беги, бери фуру, беги. Братишка, давай, фури, быстро сваливаем отсюда. Блин, вот это я понимаю тема. Слушай, ну, надеюсь, нас никто не повяжет на самом-то деле. Хотя, слушай, хотя могут и повязать. Вообще без проблем. Типа, ничего сложного в этом нету. Потому что там вон уже люди собираются. То есть на радаре я видел как минимум двух человек. Не знаю, челик вывезет или нет. Ну, сейчас поглядим. Я надеюсь, что он вывез фуру и всё отлично. Тоже, кстати, в своём роде очень хороший способ заработка. Потому что благодаря вот этому способу можно зарабатывать, ну, от 30 до 40 тысяч за каждую фуру. Не, всё-таки челик не успел вывезти. Пишет то, что я, говорит, этот не успел вывезти. Но я, соответственно, везу фуру. Без каких-либо проблем. Надеюсь, меня не посадят никакие копы, никто. Потому что иногда бывает, патрулирует полиция здесь. И вот когда они патрулируют, это бывает очень, на самом деле, хреново. Случается такая фигня, что... Просто будет жопа. О, минус один. Один седьмой балл забанен за Silent AIM. Красота просто. Я вот это понимаю. Бывает. Ага, онлодинг. Онлодинг. Плюс 10к. Всё, отлично. Онлодинг, плюс 10к и плюс форма, соответственно. Это просто охрененно, слушай. О, как раз-таки этот Макс здесь тоже бегает. Чё, он со мной, что ли, поедет? Куда ты запрыгиваешь, братан? Ладно, я полетел. Тогда покажу вам ещё один интересный способ. Потому что здесь, кстати... Так, чё такое? Да не залезешь ты на эту фуру, молодой. Ну не залезешь, видишь же. Не залезешь никак вообще. Не получится у тебя это. Вон я вижу там, где копы гоняют. Наверное, они могут, кстати, сейчас за мной поехать. Потому что они явно увидели мою фуру. То, что я здесь на фуре гоняю. И вполне могут за мной поехать и меня попробовать посадить. Так, ну и дальше следующий способ, ребят, самый, наверное, лёгкий, который только есть. Мы просто катаемся по гетто. Если вы знаете расположение граффити, едете сразу к этим граффити и закрашиваете их. Но если не знаете, то просто вот так вот ездите и смотрите, где же, в принципе, присутствуют какие-либо граффити, какие-либо росписи на стенах и так далее. Оп. А вот, собственно говоря, и полицейские. Что-то мне подсказывает... А, им не похер на меня, Сандрико, сразу. Им далеко не похер на меня. Надо срочно как-то сваливать отсюда. Но что-то мне подсказывает, они меня посадят. Вот что-то мне прям подсказывает, что они меня... Да, они за мной, они за мной. Чуваки, не надо за мной ехать, пожалуйста, я вас прошу. Я не готов к такому. Повороту событий я реально не готов, не надо. Я вот здесь запаркуюсь, короче. Так. Тихо, 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 пацаны, тихо. А ну свалите нахер. Не-не-не-не-не, я не хочу. Давай, сваливаем, сваливаем, сваливаем. Нельзя форму терять, ребята, нельзя. Нельзя, вон он бежит, бежит за мной, бежит за мной, гаденыш. Ты смотри, бежит. Не, брат, не судьба тебе за мной побежать. Я не знаю, они меня будут пасти, интересно, или нет. Но давайте посмотрим, как бы нам нужно, по сути, сюда. Здесь есть граффити. И здесь можно их спокойно закрасить, без каких-либо проблем. Но интересно, как бы... Ага, вон он бегает. Побежал, побежал, тыгля. Так, здесь у нас тоже кто-то гоняет. Я не знаю, будут ли они меня преследовать. Догнал? Да, конечно. Не догнал. Ля, знаю Тима, но Тим меня забыл. Блин, забавная фигня, конечно. Ник знаком, конечно, ему. Ну ладно, пускай в ютубе так же вбивает, смотрит, короче. А, облик это ты. Во, я говорю же, то, что этот... Ну, как бы, ё-моё, само собой. Ой, видишь, типа, облик Рома и Барон Корон. Как бы, ник знаком, но тем не менее. Так, ладно, следующее наше граффити. Вот, мы находим спокойно граффити. Здесь мышечкой вот так вот спокойно щелкаете и косарик забираете. Нихрена сложного в этом абсолютно нет. Ну, кстати, слушай, насыщенный выпуск. Как бы, мы фуру украли, форму украли, 24 на 7 пограбили. Здесь тоже все поделали и, в принципе, ништяк. Слушай, даже от копов попробовали уйти. И, кстати, спокойно ушли. В чем самый прикол-то. Ну и на такой вот ноте зависания, ребят. Спасибо всем большое, что смотрели данный видеоролик. Всем желаю удачи и всем пока. Пока.